Иона треть. И было слово Господне к Юне во второй раз. Встань, пойди в Нинуах, тот великий город, и провозгласи ему весть, которую я говорю тебе. И встал Юна и пошел к Нинуаху по слову Яхуаха. Нинуах был большим городом перед Аллахимом в трехдневном пути. И Юна начала ходить в город в первый же день прогулки. И он воззвал, говоря, еще сорок дней и Нинуах будет свергнут. И поверили жители Нинуаха Аллахиму, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. И слово дошло до царя Нинуаха, и он встал с престола своего, и снял одежду свою, и покрылся вретищем, и сел в пепле. И он провозгласил и сказал по всей Нинуахе, по указу царя и его вельмож, Ни человек, ни зверь, ни стадо, ни мелкий скот не должны вкушать ничего, пусть не едят, пусть даже не пьют воду. Но пусть человек и скот будут покрыты вретищем и громко воззовут к Аллахиму. И пусть каждый обратится от своего злого пути и от насилия, которое в его руках. Кто знает, обратится ли Аллахим, смягчится ли он, и отвернется от пыла своего недовольства, чтобы мы не погибли. И увидел Аллахим дела их, что они обратились от злого пути своего. И Аллахим смягчился от зла, которое, как он сказал, он сделает им, и он не сделал этого. Иона в столице – творческий пересказ для сегодняшнего мира. Представьте, если бы Иону сегодня отправили в Соединенные Штаты предупреждение Вашингтону. И слово сильного было к Ионе во второй раз. «Встань, пойди в Вашингтон, эту великую столицу, и провозгласи там весть, которую я даю тебе». Иона встал и пошел в Вашингтон, как повелел сильный. Вашингтон был шумным мегаполисом, городом силы и влияния, который длился много дней в своей широте и сложности. И Иона вошел в город, пробираясь к сердцу его силы. В первый день Иона стоял перед Белым домом, резиденцией руководства страны. Он повысил голос, сказав, «Через сорок дней Вашингтон предстанет перед судом, если не отвернется от своего пути». Жители Вашингтона поверили посланию могущественного. От самых высоких кабинетов до обычных улиц прокатилась волна беспокойства. И весть дошла до президента Джо Байдена, который поднялся со своего поста, отложил президентские знаки отличия и покрыл себя смирением, осознавая серьезность момента. Затем президент издал указ по всему Вашингтону. По приказу президента и Совета лидеров, не позволяйте ни одному человеку или существу, ни персоналу, ни посетителю вкушать что-либо, пусть они не едят и не пьют. Но пусть каждый человек и животное показывают смирение и искренне искать Аллахима. Давайте все отвернемся от наших неправедных путей и насилия, которым отмечены наши действия. Кто знает, Аллахим еще может смягчиться и с состраданием отвернуться от своего лютого гнева, чтобы мы не погибли.